Раменский район славится не только благоустроенными территориями, но и развитым сельскохозяйственным сектором. Но останавливаться на достигнутом ни власти, ни местные предприниматели не собираются. Сегодня утром в Никоновском поселении состоялось торжественное открытие новой овцефермы. На церемонии присутствовал Владимир Демин. В данный момент на ферме, которая принадлежит предприятию «Русские газоны», находятся 200 голов скота. К Новому году эта цифра увеличится втрое и составит 600 голов. Основное направление деятельности фермы – разведение и продажа овец романовской породы для дальнейшего выращивания, а также производство бараньего мяса. В планах руководства на 2016 год отремонтировать второй загон для животных и увеличить численность скота до 1600 голов. Мы ведем пока переговоры о поставках Министерства обороны. В этом месяце мы должны получить сертификат «Халяль». Мы также рассчитываем поставлять баранину в мусульманский сектор. Что касается шерсти, мы сегодня ведем переговоры с комвольными фабриками, те, которые успешно работают на рынке. И также обычные розничные сети, какие-то торговые сети. И, естественно, мясоперерабатывающие комбинаты. Разведение овец широко распространено на всей территории России. Связано это с тем, что они неприхотливы в уходе. Их содержание обходится дешевле, чем любых других порнокопытных. При этом выгода значительно больше. Например, годовалая взрослая особь дает и 500 граммов шерсти за один постриг, и до полутора литров молока в день. А мясная масса в этот период равняется 35-45 килограммам. Животноводство – перспективное направление в регионе. Особенно если учесть, что ранее на территории Раменского района уже существовали крупные животноводческие хозяйства. Новое предприятие возьмется за продолжение этих традиций. Открывая это торжественное мероприятие, верить в то, что оно крайне, не последнее. Что на следующий год мы откроем еще одну ферму, через год еще одну ферму. И в Никоновском, зародившись, будет хорошо развиваться направление овцеводства. Я думаю, что это и рабочие места, и продукции. Вот вам и импортозамещение, о чем говорит в том числе наш президент в первую очередь. Алена Ушакова, Дмитрий Попов и Александр Винченко для программы «Городские вести».